Здравствуйте, друзья стартаперы. Удивительная сцена. Вы в темноте там не заснули? Нет, не спите? Мне отсюда вообще никого не видно. Здесь реально свет в глаза. Хотелось бы понять, вы все стартаперы, вы все ведете свой собственный бизнес? Поднимите руки, у кого есть бизнес. Окей, то есть это где-то только половина зала. Окей, друзья, у меня будет развлекательная презентация. Это не про боты, не про цифры. Это про историю, если можно сказать, успеха. Хотя, наверное, мы еще только на пути к успеху. Куда-то здесь надо. Сейчас, одну секундочку. Вот, да. Ну, то есть, как вы все знаете, успех выглядит совсем не так, как нам всем кажется. И можно сказать, что я сейчас где-то вот в середине этой запутанной линии. У нас интернет-магазин, это чистый коммерс. Немножко про нас. Мы, соответственно, входим в сотню самых крупнейших интернет-магазинов страны. У нас оборот более ярда. И что очень важно, что это то, что мы растем более чем два раза в год. В прошлом году мы выросли в три раза, в этом году мы выросли, растем два раза. И у нас задача в следующем году снова расти в два раза, что, в принципе, очень непростая история. Вот. И мне бы хотелось, наверное, когда я вообще готовилась к этой презентации, думала, что же вам рассказать. Я подумала о том, что за 20 минут никакие там суперские бизнес-кейсы мы рассмотреть не успеем. И я, наверное, хотела просто как стартапер стартаперу рассказать про некий такой личный путь, про некоторые, скажем так, истории, личные стереотипы, которые мне пришлось преодолеть на пути во время роста, во время роста нашего бизнеса. И, возможно, вам это будет полезно. Как для тех, кто уже стартапер, так и для тех, кто еще только думает, начинает и планирует. Сначала расскажу немножко, как все начиналось. Я, в общем-то, из Санкт-Петербурга обучалась в аквариат, получила чисто айтишный, потом училась в университете, получала международный менеджмент, должна была ехать учиться в Швецию, а потом получила очень классную возможность поехать работать в Headquarters Craft Foods. Это на тот момент была компания номер один глобальной обороту. И меня не пустили, не разрешили мне поехать и вернуться учиться, поэтому мне пришлось бросить университет и уехать работать вот в этом прекрасном белом здании. У меня была стажировка полтора года. И мы, в общем-то, работали на одном этаже вместе с CEO и с всеми самыми-самыми топами этой компании. Мне удалось укунуться в корпоративный мир и понять, что мне там неинтересно. Больше всего меня смущал, наверное, тот факт, что можно что-то делать, можно ничего не делать. Результатов, в принципе, особо нет, разницы никакой нет. И все, кто там работает, это, наверное, как-то понимали. И поэтому занимались в основном политикой корпоративной. А я была очень молодая, горячая, мне было 20 лет. Я решила, что окей, я буду делать собственный бизнес, мне хочется сразу делать и сразу воплощать. Поэтому, прежде чем что-то начать, я поехала. А, вот что еще очень важно. Дальше, как многие, наверное, из вас думают, я решила, я хочу быть предпринимателем. Нужно поучиться предпринимательству. Где учиться предпринимательству, если ты в Америке? Конечно, Гарвард и MIT. Поэтому я поехала на демо-дни и думала поступить туда учиться. Там были предпринимательские какие-то у них, как сказать, даже не курсы, а просто треки, двухгодичные. И мне очень повезло, потому что мне удалось на этом демо-дне поговорить непосредственно с человеком, который уже был предпринимателем. И он сказал мне, Наташа, не трать свое время, потому что предпринимательству невозможно научиться. Так, мы запутались. Вот. Что предпринимательству невозможно научиться, и научиться это возможно только через опыт предпринимательства. Если ты два года учишься, потом три года отдаешь кредит, тогда это было 150 тысяч долларов, то, в принципе, ты теряешь пять лет, а на самом деле ты не предприниматель на выходе этой истории. Поэтому я учиться никуда не пошла, поехала путешествовать по Индии, застряла в этой стране, и прямо в Индии начала и стартапить. Вот. Это парочку фотографий из моей жизни. И дальше, вы знаете, происходили очень интересные вещи. Во-первых, у меня ушел примерно год на то, чтобы перестроить свое мышление. Это очень сложно. Особенно, когда ты представляешь из себя какого-то более-менее успешного человека, за тобой был какой-то бренд-нейм, у тебя хорошее образование, и тут вдруг ты, соответственно, оказываешься на рынке, и понимаешь, что ни твое образование, ни твой опыт, ни твой гонор, вообще ни статус, ничего не значат. И на рынке мы оказываемся все абсолютно равны, и рынку абсолютно наплевать на то, что у тебя за образованием. И получалось, что у нас была такая идея возить private label в Россию из Индии. В Америке тогда private label очень активно развивался, и нам казалось, что мы будем первыми, все будет отлично получаться. Мне часто приходилось делать продажи людям, которые, в принципе, зарабатывали раз в пять меньше меня, когда я работала в Штатах. И они мне говорили нет. И это было очень тяжело. И такое осознание, оно, конечно, требовало определенной перестройки. Вот, в общем-то, у нас, наверное, прошел год, прежде чем у нас вообще что-то начало получаться. Ну, как говорится, you never fail until you stop trying. И мы пробовали разные-разные идеи. Наконец что-то начало получаться. Сначала один бизнес, потом другой бизнес. Если посмотреть на кривую того, как, в общем-то, развивались наши бизнесы, и делали мы много разных самых вещей, то лет, собственно, пять мы где-то были на такой кривой вверх-вниз, вверх-вниз в попытках вырасти и чего-то добиться. Ну, как вы думаете, что вообще было самым сложным, если смотреть на всю вот эту вот кривую, которую мы сейчас здесь видим? Какой этап был самый сложный? Вы знаете, очень часто люди думают, что сложно наверху, а на самом деле сложно внизу. Сложно заработать, у нас было так, что сложно было заработать первые 100 миллионов. Это было вот самое сложное. Дальше оно вообще идет, вот это масштабирование, если все правильно заложили на самом начале, оно идет как по накатанной. Я как-то от Кивасаки слышала, что он говорил, самое сложное это первый миллион долларов. Поэтому самая большая сложность, она в самом-самом начале, это очень отважные люди, которые преодолевают эту сложность и умудряются дальше расти. И интересным было еще то, что где-то вот на выручке 100 миллионов мы получили наши первые инвестиции. Про инвестиции можно рассказывать очень долго. Понятно, что идеальный кейс, когда вам вообще не нужны инвестиции, когда на выходе, у вас есть ваша коробочка, на входе вы вкладываете ноль, на выходе много миллионов, и все инвесторы стоят к вам в очередь. У нас в Бабаду была очень конкретная история, когда на рынок стали выходить большие инвесторы с деньгами, вкладывать в конкурентов, и было понятно, что либо мы тоже привлекаем инвестиции и включаемся в эту борьбу, либо мы, соответственно, просто закрываем магазин, потому что он уже не мог быть прибыльным, не мог продолжать расти. Поэтому мы включились в эту игру с инвесторами. И получили первый раунд, потом второй раунд, сейчас мы закрываем третий раунд. И про работу с инвесторами я хотела бы, наверное, сказать два важных момента. Первый момент – это просто компетенция, которую нужно в себе развить. Работа с инвесторами – это, в общем-то, те же продажи. Многие из вас, может быть, не любят продажи, но, к сожалению, без этого никак. Вы знаете, я первые свои продажи делала в 11 классе, когда я работала с лузом, нам давали сумки, нужно было с этой сумкой ходить, и там были какие-то духи, и нужно было продавать им вообще кому угодно на улице. Это была ужасная работа, и я подумала, что я больше никогда, вообще никогда, никогда не буду заниматься продажами. И с тех пор я всю жизнь занимаюсь продажами. Соответственно, работа с инвесторами – это те же продажи, просто уже как бы цена и чек абсолютно другой. Идет там разговор о сотнях миллионов рублей, и, соответственно, но по сути это те же продажи. И это просто нужно научить себя этому навыку, даже если вам это некомфортно, вы этим не хотите, но если вы предприниматель и хотите получить инвестиции, без этого совершенно никак. Это один важный момент. А второй важный момент, который часто встречается у многих стартаперов, ищущих инвестиций, это то, что вы должны запретить себе жаловаться, ныть и отчаиваться, пока вы не получите 50 отказов от инвесторов. То есть мне часто приходят, инвесторы не хотят инвестировать, а со сколькими ты поговорил? С двумя, с тремя. Ребята, это ни о чем. То есть вы должны себе поставить плавку 50. Если 50 инвесторов вам откажут, тогда можно расстраиваться, плакать и говорить, что как бы там… Но интересно произойдет чуть позже. Когда вы получите так много отказов, вы получите очень много инсайтов того, как вам изменить вашу бизнес-модель, и что вам необходимо сделать для того, чтобы ваш бизнес взлетел. Именно то, что произошло с нами, когда мы искали наш второй раунд. Именно из-за фидбэка инвесторов, из-за отказов инвесторов, мы смогли придумать некую отстройку от наших конкурентов. И в момент кризиса, когда у всех все было плохо, сделать что-то типа вот этого. То есть в 2015 году, когда многие закрылись, когда все считали, что все упадет, мы смогли вырасти в три раза, разработали уникальное конкурентное преимущество, которое до сих пор наши конкуренты в онлайне не могут повторить. И, соответственно, смогли на этой почве привлечь третий раунд. Ну и напоследок, или еще не напоследок, у меня много времени? Еще 15 минут, отлично, да, я быстро вам, видите, рассказываю. Хочу рассказать три таких лайфхака, чисто таких общечеловеческих, через которые мне пришлось пройти, когда я лично снаросла как предприниматель. Первое, это то, что я всю жизнь была отличницей, и мне казалось, что это очень хорошо, и что это путь к успеху. Правда показала, то, что отличники – это такие люди, которые привыкли достигать предсказуемых результатов, предсказуемых ситуаций. И, к сожалению, ситуация стартаперства, она тут не то, что не очень понятно, как решать проблему, часто бывает непонятно вообще, какую проблему решать. И сейчас я, можно даже сказать, не беру на работу отличников, потому что я понимаю, что в нашей среде, стартаперской среде, им будет очень тяжело, их очень сильно ломает. Они очень хорошо подходят для каких-нибудь, я не знаю, отделов бухгалтерии, либо больших корпоративных структур, где уже продуманы все процессы и все, в общем-то, понятно, что надо делать. В стартаперских средах выживают такие талантливые троечники или четверочники, которые умеют работать с неизвестностью и умеют выделять главное. Отличники – перфекционисты. Я была страшно перфекционистом. Я могу сказать, что наш бизнес буксовала, наверное, года два, пока я переучилась и не позволила себе, скажем так, не достраивать какие-то некритичные процессы. Перестала придираться к людям и добиваться от них абсолютной идеальности во всем и начала выделять самые-самые приоритетные вещи для роста. Это первая история, которую мне пришлось себе поменять. Вообще говорят, чтобы презентация понравилась, должны в ней быть котики. У меня котиков не нашлось, есть собачки. Соответственно, это очень важная мантра предпринимателя, я считаю, которая говорит о том, что вы не должны отвлекаться от своего каравана. Будет очень много людей, которые будут тявкать и пытаться ввязать вас в войну, в обсуждение и так далее. Нужно просто от них от всех абстрагироваться. Причем очень часто это могут быть ваши друзья, ваши близкие люди. В моей ситуации самая большая добрая собачка это был мой папа, который в свое время сделал, тоже, соответственно, пробовал сделать свой собственный бизнес, но ничего не получилось. Ну и, как вы понимаете, это достаточная статистика для того, чтобы быть уверенным, что дочке свой бизнес делать не надо. И чем больше вы становитесь, тем больше появляется вот этих вот недоброжелателей, людей, которые пытаются каким-то образом вас сдвинуть с пути истинного. Поэтому собака килает, караван идет. Очень важная мантра, которую, в принципе, необходимо все время придерживаться. На этом слайде нарисована яхта, потому что вот эту фразу, вообще вот это понимание ко мне пришло от человека, который, имея два очень успешных бизнеса, имел наглость уезжать на месяц-два на собственной яхте и ничего не делать, вообще отключать телефоны. И при этом бизнес у него был значительно успешнее, чем у большинства. И мы с ним однажды имели счастье пообщаться. Я работала тогда просто на износ по 18 часов в день. И он мне сказал, что ты должна понимать очень важную вещь, что если ты предприниматель, то ты зарабатываешь на качестве своих решений, а не на часах. И, соответственно, очень важно понимать, что тебе нужно для того, чтобы твои решения были максимально качественными. Сейчас, если я что-то делаю такое, что в принципе может сделать кто-то другой, я понимаю, что я поступаю неправильно, и значит мне нужно либо менять кого-то в команде, либо дополнительно кого-то нанимать в команду, потому что есть вещи, которые никто, кроме меня, не сделает. Это связано как с high profile продажами инвесторов, так и с принятием сложных решений. В принципе, понятно, что если вы только начинаете, возможно, вам придется делать все в вашем бизнесе. Но очень важно понять этот правильный момент и оторваться от рутины, и постоянно выходить на новый уровень и закрывать все простые задачи другими людьми. Ну и последний, очень важный момент. Еще до того, как вы начинаете, желательно договориться с самим собой, что я буду делать, когда все будет очень плохо. И у большинства бизнесов, с которыми мне приходилось общаться, очень крупных, которые вам тоже известны, они проходили через это очень плохо. Mail.ru несколько раз чуть не закрылся. Купи Вип, Оскар рассказывал, тоже очень много раз у него была ситуация, когда, в общем-то, шансов уже не оставалось. Babadu тоже был на уровне закрытия два раза. То есть если вы что-то большое для себя наметили, то, скорее всего, это очень плохо, оно обязательно будет. И большинство людей оказывается к этому не готовы, потому что, когда мы начинаем, нам кажется, что у нас-то все будет хорошо. То есть мы слышали, что там бывает, но у нас-то все будет хорошо. А на самом деле практически всегда бывает отчаяние. Вы должны для себя решить, что вы будете делать в этом моменте. Ну, на самом деле, для меня, для себя решила, что самое правильное, когда все очень плохо, терпеть. Самое правильное – пережидать, соответственно, этот момент. Не принимать никаких очень критичных решений, ждать, когда пройдет эмоциональная волна отчаяния, и когда голова будет трезвая, чтобы принять более разумное и понятное решение. Ну, и последнее, наверное, чем я хотела бы закончить, то, что успех не окончательный, удача не смертельная. Значение имеет лишь мужество продолжать. Тем, у кого есть стартап, я желаю большого успеха, тем, у кого еще нет, я желаю не медлить и начинать, потому что время идет. Реально времени очень мало, и вы не сможете этому научиться. Это нужно просто делать, и в ходе уже делания вашего стартапа обучаться этому процессу. Вот, у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы. Отлично. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а где вы искали инвесторов? Просто, чтобы набрать 50 встреч с инвесторами, ну, это надо как бы знать места, видимо. Да, да, да. Кстати, в России это 50. Если бы мы были там в Штатах, то это счет шел на сотни. В России мало. 50 это, в принципе, в России мало инвесторов, да, и 50 кажется много. Но если мы говорим о seed stage, то вам, соответственно, нужно смотреть не только на тех инвесторов, которые формализированы, вам также надо смотреть на бизнес ангелов и на family offices, да, и в принципе процедура выглядит таким образом. Вам нужно сделать о себе три документа. Это тизер, это презентация и модель ваша, как она работает. Начинать нужно с тизера. Задача тизера – это продать встречу с инвестором. А дальше вы создаете просто списки потенциальных инвесторов, которые вам нужны и интересны. Это зачастую интернет. Интернет и нетворкинг с людьми, которые, в общем-то, в инвест-кругах крутятся. Там у фри, у них есть целый комьюнити бизнес ангелов, которые инвестируют. У каждого акселератора есть, кстати, комьюнити бизнес ангелов. Самое лучшее – получать интро инвестору через другого предпринимателя. Это всегда лучше работает. То есть если вы активный человек и крутитесь в предпринимательской среде, у вас есть друзья, которые уже получили инвестиции, то самое классное – это обратиться к ним, чтобы вас представили. То есть через знакомство. Потому что если просто в интернете писать, мне кажется, эти заявки уходят в какую-то яму, и это бесконечно. Вы знаете, как, на самом деле нужно, как говорится, все пути хороши. То есть если вы не можете выйти на какого-то инвестора через знакомство, пишите ему напрямую, пишите ему в соцсетях. Мы наш… Первая инвестиция, она была 50 миллионов, мы привлекли через Facebook. То есть мы списались через Facebook. Понимаете? Я не знала этих людей, мне никто их не заинтродюсил. Можно просто в тупую написать через сайт, через форму подачи заявок. Можно пытаться смотреть, на какие встречи ходят интересные вам инвесторы, встречаться, знакомиться там. То есть здесь как бы все средства хороши. Понятно. Спасибо. Да, пожалуйста. У нас есть еще один вопрос. Даже не один. Наверное… Время есть. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, каким вы видите развитие своего бизнеса, например, через 5 лет? Потому что говорили на предыдущий спикер, говорили, что много чего поменяется. Вот у вас есть представление? Вы видите это видение? Ну, вы знаете, предыдущие спикеры, они очень много говорили о будущем. Это вообще, соответственно, абсолютно будущий тренд. У нас реальный бизнес, реальные покупатели, полтора миллиона посетителей, которые приходят сейчас к нам на сайт. И мы, конечно, работаем с тем, что происходит сейчас. Наш IT-директор на выходных тоже запилил чат-бота, но наши мамы, они совершенно не готовы к этой истории. И чат-боты для нас совершенно не актуальны. Мы видим, что народ переходит в мобайл. Это абсолютный тренд для интернет-торговли. В Штатах все считают, что если кто-то начинает какой-нибудь стартап в области коммерс, то нужно делать вообще мобайл-фюст и даже не делать дестопную версию. Но Россия в этом смысле, мне кажется, не готова еще к этой истории страна, но мы сделали свое хорошее приложение, и мы делаем большие ставки на развитие мобайла в том числе. И мы в этом смысле немножко более консервативны. Мы считаем, что все-таки оффлайн-торговля, она помогает и онлайн-торговле в том числе. Поэтому наша задача на ближайшие 3 года, я не говорю 5 лет, на ближайшие 3 года, это очень расширить присутствие в регионах, не только присутствие онлайн-мобайлового, но и пункты выдачи, непосредственно логистика. И, соответственно, стать топовым лидером в торговле детскими товарами в России. Таким вопросом. Спасибо. У нас еще один вопрос был. По левому крылу. Да, девушка. А, ой, извините, пожалуйста. Здравствуйте. А вопросов-то много? Да. Вот мне, может быть. Имеются ли у вас партнерские программы какие-то? И второе, я представляю компанию «Мама дома», которая работает с мамочками, находящимися в декрете, и предоставляет им работу онлайн, помогая крупным компаниям продвигаться через СММ. Есть ли у вас партнерки для них? А что еще разочек мамы делают? Смотрите, есть такая проблема. Многие мамы в декрете выпадают из работы. Проект «Мама дома» позволяет этих мам аккумулировать, дать им возможность зарабатывать в онлайне и предоставлять услуги СММ-маркетинга и других или иных продвижений крупных компаний в интернете и не только. Есть ли у вас партнерские программы, рассчитанные на такой вот вид? Да, вы знаете, у нас есть, мы называем его так сложным словом в английском peer-to-peer, но у нас по сути есть партнерская программа, которая как раз заточена на том, что простые мамы, простые женщины могли зарабатывать, привлекая покупателей в наш магазин, например. У нас есть и другие всякие вещи, как мамы могут зарабатывать у нас на сайте просто для того, чтобы покупать себе товары. Но непосредственный заработок в деньгах это наша партнерская программа для мам. И если вам интересно, можете подойти просто после мероприятия, мы с вами обсудим, как можно посотрудничать. Спасибо. Следующий. Можно? Да. Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня такой вопрос. Вы говорили, что вы буксовали, пока не сделали какое-то уникальное предложение. В чем уникальность вашего предложения, не секрет, и как прийти к этой уникальности? В общем, какие шаги надо сделать? А у вас бизнес и коммерс или какой-то другой? В стволовой клетке. Да, в стволовой клетке, конечно, несколько сложнее. Спасибо. Но на самом деле мы с вами тоже можем посотрудничать, если вы в B2C работаете. Значит, смотрите, про и коммерс. В и коммерсе именно благодаря общению с инвесторами мы смогли понять, скажем так, лучше нашу юнит-экономику. То, что приносит нам непосредственные деньги, непосредственную прибыль. Когда мы разобрались с юнит-экономикой, стало понятно, что… И, к сожалению, ее не так просто было в нашем бизнесе посчитать, и многие наши конкуренты не считают, но стало понятно, что самые прибыльные категории это категории крупногабарита, типа колясок, кресел и детской мебели, которыми наши конкуренты не торгуют, потому что эти категории очень сложны с точки зрения логистики. И мы были в такой интересной ситуации, когда на рынке есть детский мир и есть другой наш конкурент, который получил в 5 раз больше инвестиций, чем мы. И они борются, знаете, такие как быки на этом рынке, демпингуя ценой за подгузники. А в то же время есть такой голубой океан внутри нашей категории, где в принципе никого и нет. И мы за год построили, перестроили вообще всю систему нашей логистики, нашей инфраструктуры, нашего IT и категорийного менеджмента так, чтобы у нас эта категория была очень сильно развита. Понятно, что сейчас уже это все заметили и все это поняли. У нас за этот год средний чек вырос с 3 тысяч до 6 тысяч. И мы, соответственно, стали зарабатывать с каждого заказа значительно больше. И это, конечно, уже конкуренты до этого дошли. Но построить это не быстро, это долго построить. Второе наше такое интересное конкурентное преимущество, которое мы смогли организовать, это тройной вин-вин, который мы построили с нашими партнерами. У нас есть аудитория беременных мам, которая очень труднодостижима. Соответственно, поскольку магазин большой, трафик большой, мы стали организовывать для мам встречи, для беременных мам встречи. Эти встречи оплачиваются полностью партнерами, которые хотят рекламировать что-то на эту аудиторию беременных мам. И у нас есть какие-то партнеры, кстати, по стволовым клеткам в том числе. А то есть вы наши партнеры. Отлично, супер. Очень приятно познакомиться. И мамам очень нравится приходить к нам, потому что они в декрете, потому что они там получают подарки. Поэтому для них это тоже очень классная, такая развлекательная история. И вот такие тройные вин-вин мы организовываем. То есть это по сути маркетинг получается вместе с партнерами на нашу общую аудиторию. Мы также организовываем. Сейчас проходит большая выставка детских колясок в Москве. Никто никогда не делал выставки детских колясок. Бабаду сам ее организовал, потому что мы поняли, что у наших клиентов есть боль. Они хотят посмотреть и потрогать. Для оффлайна абсолютно невыгодно выставлять сотни колясок, потому что там нет такой оборачиваемости, чтобы купить оффлайновые магазины. А в рамках выставки это получается очень выгодная история. И вот как бы создание таких конкурентных преимуществ, которые в общем-то и есть по сути дела отстраивание от конкурентов, и есть по сути дела задачи предпринимательные, над которым он должен думать вместо того, чтобы заниматься рутиной. Спасибо большое. У нас есть один вопрос. И у нас есть полминутки на него. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о количестве ваших сотрудников в компании. Да, вы знаете, там на слайде было больше 100. Но если честно, это такая изменяемая величина. И, соответственно, я не знаю каждый день точную цифру. Я думаю, сейчас их в районе 120. Это, соответственно, Питер. У нас Питер хед офис. Это также склад, который у нас в Подмосковье. И также сейлс офис, который в Москве. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что… А, есть еще вопрос? Да давайте последний один. Пожалуйста. Добрый вечер. Вы сказали, что предпринимательству не учатся. Означает ли это, по вашему мнению, что предприниматель мы рождаются тогда? Откуда им взяться? Александр, Александр, суперский на самом деле вопрос. Потому что я хотела сказать, что у меня в процессе моего становления предпринимательства мнение на этот счет менялось несколько раз. Сначала мне казалось, что любой человек может стать лидером и кем угодно. Вопрос среды, вопрос обучения и так далее. Потом у меня был период твердой уверенности, что предпринимателю можно только родиться. И, конечно, надежда, что я-то родилась. Сейчас я считаю, что предпринимательство учится в процессе предпринимательства. Но для этого должно быть возможно изначально или генетически заложена черта к борьбе и к устойчивости, стрессоустойчивости. Потому что предпринимательство всегда значительно более стрессовое, чем любая наемная работа. И вот этот момент, он, наверное, может быть передается нам как-то от родителей. Вот это способность держать стресс, способность держать сложную ситуацию. В сложной ситуации не паниковать и не сдаваться, а наоборот мобилизироваться. Вот это, наверное, что-то есть такое врожденное. Но вот в принципе говорить, что если ты не родился предпринимателем, то все баста, нет, нельзя. То есть все-таки учатся, но на своих ошибках. Учатся, но на практике, да, на практике. Абсолютно только на практике. Ну вот так, с алистерационной программы, которые сейчас существуют, это, в общем, как бы тоже хорошая история, потому что вам помогают, менторят уже в процессе делания вашего бизнеса. Но все-таки вы делаете свой бизнес, а не сидите там и не слушаете лекции о том, как это надо делать, понимаете. Спасибо. Да, пожалуйста.